Наследие 20 века уходит в прошлое. В Сургуте продолжают реализацию программы по сносу аварийного жилья. Сегодня под ковш экскаватора отправился дом номер 24 на улице 30 лет победы. Это было здание 68 года постройки на 8 квартир. Расселение семей, которые раньше здесь жили, власти Сургута завершили в ноябре 2022. Горожане уже отпраздновали новоселье. Две семьи получили компенсацию за квадратные метры, остальные ячейки общества, новые квартиры в современных многоэтажках. Все дома, которые расположены на территории 19 микрорайона, подлежат расселению в рамках региональной адресной программы. Это аварийные дома до 2017 года. На этот год у нас запланировано финансирование на снос в районе 34 миллионов рублей. Работа, по сути, она вот сейчас уже начата. На текущую дату два дома у нас снесено, в том числе один из домов на территории 19 микрорайона. Всего же под снос в этом году попадут больше 80 аварийных домов, в их числе те, которые, по сути, расположены в центре города. В рамках региональной адресной программы администрация Сургута приобрела для переселения 424 квартиры. Ключи от новых квадратных метров будут выдавать новоселам в 2023. Процесс расселения горожан порой бывает непростым. Некоторые семьи отказываются от переезда. В администрации отметили, что всегда ведут индивидуальную работу с сургутянами, стараясь находить компромисс и идти навстречу в тех вопросах, в которых позволяют законодательство и ресурсы. Все, конечно, будет понятное дело, что работа с жителями, собственниками, нанимателями, она, как сказать, она не стоит на месте. Тут в любом случае идут переговоры. Процесс бывает иногда сложный, конечно, с людьми в части переговоров, в достижении каких-то соглашений. Основная масса жилых помещений приобретены в районе Марина гора, вы слышали, да, наверное. 328 жилых помещений мы там купили. Переданы они были только в концу прошлого года и, в принципе, расселение только начали в этом году. Продолжение следует...